Ряд новых объектов предпринимательства введут в Сайрамском районе. Так, в Манкенте сейчас строят завод по выпуску комбикорма. Работы завершены на 60%. После запуска предприятие станет выпускать 20 тысяч тонн продукции в час, 2000 тонн в год. На предприятии отдают предпочтение автоматизированным системам и современному оборудованию. В регионе развивается и сельское хозяйство. Глава Туркестанской области Дархан Сатабалды посетил Сайрамский район с рабочим визитом и ознакомился с работой предприятий. На этом молокоперерабатывающем заводе производят 12 видов различной молочной продукции. Цех оснащен современным оборудованием, может перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. А на этих трёх гектарах земли высажены виноградники. Благодаря передовым инновационным технологиям и эффективному использованию технологического комплекса с каждого гектара планируют получать около 15 тонн продукции. Глава региона отметил важность данного вида хозяйства. На совещании обсудили способы получения большего объёма урожая винограда и внедрение новых технологий. «Нужно избегать стереотипных подходов и смело внедрять новые технологии. Наука и сельское хозяйство развиваются. В этом году во время поездки в Китай мы побывали на виноградниках. Урожайность очень высокая, а виноград вкусный. Там готовы научить наших крестьян его выращивать. В области есть много возможностей для развития виноградарства. Экспортный потенциал повышается только в том случае, если каждое село адаптируется к определенному виду бизнеса и земледелию и производит продукцию. Очень важны слияния, укрепления хозяйств, внедрение новых технологий. Уверен, что наши учёные поддержат идею разработки устойчивых и продуктивных сортов винограда и поделятся своим опытом». Президент страны Касамжмар Тукаев утвердил национальный план развития Казахстана до 2029 года. Он включает в себя и поддержку предпринимательства. Президент отметил, что развитие среднего предпринимательства – это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики. По большому счёту, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим. При этом, именно средний бизнес имеет возможность и серьёзную мотивацию для развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт. В послании мною было поручено внести изменения в законодательство, стимулирующее укрупнение субъектов малого предпринимательства. Это должны быть и налоговые меры и определённый иммунитет от проверок со стороны проверяющих госорганов и доступ к специализированным инструментам поддержки и госзаказам. Например, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ государственным тендерам для бизнеса, который помогает в стандартном налоговом режиме. Глава Туркестанской области ознакомился и с работой завода по выпуску труб, где производят 20 тысяч тонн продукции в год. Проект запустили в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Здесь производят полиэтиленовые водопроводные трубы диаметром от 50 до 600 мм и газопроводные диаметром до 630 мм. Строительство завода обошлось в больше 2 миллиардов тенге и сейчас планируется ориентировать его работу на экспорт.